А вот минус два было, я здесь замерзала, у нас вот здесь мокрота шла, прям конденсат собирался, потому что здесь холодно, и там холодно. Жильцы Демидов парка свято чтут священное писание, но, увы, согреться оно не помогает. Уже который год с наступлением первых холодов люди замерзают в своих квартирах. Если бы не обогреватели, температура не дотягивала бы и до плюс 15. Здесь вот тепло как бы в комнате, а вот в той комнате мы, где с мужем спим, вот здесь, вот здесь, конечно, я ночью сплю, у меня вновь замерзает. А минус будет, минус 40, это же все промерзнет здесь, и стены промерзнут, не дай бог перехватит вот это все отопление и где-то разорвет, потому что не все этажи заселены еще, а дом вообще не прогрет. Отопления нет, а вот квитанции приходят. За тепло, которого нет, жильцов берут по 3000 рублей ежемесячно. Еще тысячу дополнительно забирают обогреватели. Вот, он какое-то время поработает, останавливается, догонит, какую надо температуру, останавливается, потом опять. Ну, особо я вот, ну, перед сном вот я стараюсь включить, или утром-раном. Подъезд к дому на Прудской 40 куда теплее, чем в квартирах, и жильцы дома уже всерьез подумывают о том, чтобы съехать со своих квартир и опосноваться здесь. Проблема с теплом в Демидов парке началась в первую же зиму, в 2019 году. Тогда температура на первых этажах опускалась до плюс 5 градусов. Причина промерзания, говорит управляющая компания, ошибка застройщика. Неправильно сварены вот эти байпасы, и они все жмут на них, что их нужно переваривать, что якобы здесь вот, вот этот байпас, что якобы вот здесь вот где-то сварка там забила все, и тут маленькая щелочка такая, и она не продавливает. Есть ли проблема в этих байпасах? Вы организуйте, пожалуйста, вот эту вот переварку всю. В управляющей компании людям предлагают установить еще один теплообменник. Люди даже на него скинулись, но ВОЗы ныне там. Юристы советуют обращаться к жильцам вышестоящей инстанции. К жителям можно обратиться в органы Роспотребнадзора с жалобой на отклонение температуры от нормативной. Специалисты Роспотребнадзора с выездом на место могут зафиксировать такие отклонения и повоздействовать на управляющую организацию, которая эксплуатирует данный многоквартирный дом. Возможно, управляющая компания после обращения жильцов предпримет все необходимые меры. В случае же бездействия специалисты советуют идти в прокуратуру и суд. Ведь мало того, что дольщики не один год добивались ключей от своих квартир, так вынуждены еще и просить тепла. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.